всем доброе утро сейчас 7 утра даже без 10 7 я приехала на работу да именно поэтому я вот в голубом сегодня в общем я иду до работы стоянки тщетно пытаясь найти глаза да вижу что с вещением вообще все плохо ну что делать категорически не люблю работать в утро потому что это вообще бесчеловечно даже мне вот страшно вести машину реально страшно потому что меня вырубает я категорически не могу ложиться рано ну и наверное я могла все заставить но для меня это не жизнь и вообще все эти кошки почему-то какие-то дико активные они меня будет всю ночь вылизывают меня да кстати от этой жары потеешь как не знаю кто вот я вставала в душ три раза до плюс видимо я еще все равно вот просыпалась да я просыпалась вся потная извиняюсь не вот и видимо когда еще не просыпалась вся потная она была потная меня кошки вылизывали так это кошмар вы знаете какие у них языки да и в общем это ужасно наждак утренних смен наверное для меня всего несколько плюсов первое это то что она все-таки проскакивает как-то по ощущениям гораздо быстрее да чем вечерняя то есть пока люди там раскачаются пока ты занимаешься какими-то делами как это подготовкой до к открытию и людей еще нет вот это время какое-то ощущение что вообще не считается да вот и когда уже начинает раскачиваться да а люди медленно встают на завтрак да потихоньку нас сейчас небольшое количество народа все-таки именно от тех у кого что-то включено то какая-то еда поэтому с того момента когда начинается активность и до окончания смены все-таки это ощущение что проходит не очень много да и пока вот ощущение что все-таки до утренней смены проскакивают гораздо быстрее потом значит еще что да и после конечно утренней смены можно все-таки зайти в магазин даже закупиться и поехать уже с этой закупкой домой да не специально куда-то ехать магазин вот это конечно плюс но он не перекрывает короче минусы там на что минус главный глобальный что во первых ты утром вообще не человек да пока ты раскачаешься часам в десяти вот уже по будильнику для меня это просто смерть просыпаться там вот и потом я весь вечер весь вечер ватная да мне все время хочется лечь и то есть ну как вот такое ощущение что какой-то зомби так что да что-то еще какой-то был полюса утренней смены но я не помню до минус конечно с начальнице приходится работать сейчас она не выходные а завтра до завтра мне придется работать с ней вот да плюс конечно еще когда вот у вас придет на одной неделе переход с утренней на вечернюю там у меня три дня в утро сейчас да вот воскресенье вчера я не снимала практически только сняла вам как я ходила на выборы муж меня точнее снял у нас избирали там сенат и в общем президента правительства да ну наверно вас это премьер-министр у нас называется президент правительства вот и все до вчера я не снимала и значит мне остается сегодня отработать в утро и завтра завтра с начальницей а потом у меня три дня в вечер то есть вот этот переход с утра на вечер да когда у вас еще то есть вы закончили утреннюю смену у вас весь вечер впереди а потом у вас следующее утро впереди да как свободно замечательно ну хотя все это тоже пролетает быстро ладно иду на работу сюда чуть пораньше приехала чтобы выпить спокойно кофе посидеть может даже позавтракать да вот еще один плюс утренней смены что я так не ем много да то есть вообще в принципе немного ем на работе но утро практически вообще не ешь потому что ну ничего такого привлекательного нет там только что от завтрака осталось и на ланче тоже короче обычно не остаешься после после обеда где-нибудь и там покушать но смысле а где-нибудь там же на месте да поэтому они просто мужчина отойдет не хочу его снимать соответственно да поэтому точнее что короче меньше ешь и не больше шансов похудеть меня срочно нужно сажать на диету потому что я когда все опухшие первых от жары во вторых вот этих выходных мы там наелись вы видели ладно я пошла пошла пить кофе и заступать на смену встретимся позже после работы решила зайти в супермаркет и вот показываем всякие интересности например картофель дам консервированный причем насколько я понимаю он не вареный там в ингредиентах просто обычный картофель соль и вода а вот начинка для русского салата уже сваренные овощи обычно на него такие вот склизки если воду слить они все равно какие-то разваренные их используют испанцы для типа оливье а это перчики насколько я знаю они приготовлены в духовке но он самом деле не уверена может и на сковородке но очень вкусно а это жареный консервированный лук в россии как-то не обращала внимание есть ли такое чудо но что-то мне подсказывает что нет дальше прямо вкусняха помидорки черри высушенные и залитые оливковым маслом и всякими специями прямо нямнямка также покажу вам немножко мороженок люблю очень вот такую например кокосовую в половинке кокосовой скорлупы в наборе идет две штучки это прям мой топ из топов также здесь продаются такие японские насколько я понимаю сладости они бывают не только виде мороженого я даже дома такие делала но в данном случае это вариант мороженое дать такое тягучие тесто внутри мороженое со вкусом манго и кокосом там рассказывала про незначительные положительные моменты работы утром можно закупку сделать вот немножко закупилась рис у меня таких 2 мой любимый паштетик прям на один раз я прям не хочу его даже растягивать сыр light так вот такие тортитос рисовые как их все время забываю слово не лепешки такие тверденькие штучки почти но кошки совсем обнаглели дайте распаковать так второй рис взяла еще тунец консервы 6 6 штучек там очень вкусный в оливковом масле так пюрешечка я понимаю кашни диетично я все время пытаюсь как на диете да это не диетично но мне еще нужно думать о желудке лучше всего у меня для желудка вот это и да да спокойно и что нет еще еще один сырок кстати почему у нас тут этом не написано почему так вот это вот я очень люблю али оли у вас наверняка он тоже есть расскажите мне пожалуйста это как майонез только очень чесночный вот это вот желтенький вот этот вот самый лучший для меня кто-то может не совпадать со мной по мнению но вот я так думаю так свеколка уже вареная не хочу заморачиваться с вареньем свеклы я уже взяла две что еще да это вот так как он называется мыло для рук жидкая для наполнения этой самой баночки до моцарелка light люблю ли очень понтишечка закончилась моя понтишка он даже не просто закончилась на вообще в мире закончилась до изменили они форматы теперь моей которые антикаида против выпадения вообще не существует природе я даже как-то писала они мне ответили что теперь она в другом формате и другим названием то же самое но у нас не помог называется в общем но у нас его нигде не продают может это в интернете можно купить и вот еще такие таблетки для унитазом сколько здесь четыре штуки 4 таблетки что не то будет теперь здоровый на самом деле самые лучшие вот эти вот синие еще не других цветов но эти лучше всего работают прям вообще с наичистейший да она просто добавляется как вот здесь показано но вы все знаете у вас тоже такие есть наверняка просто в бачок и сразу идет уже буквально через десять секунд уже смывка идет прям с этим средством и что у меня получилось по чеку вот почти 30 евро у меня получилось а собственно а есть здесь нечего да но у меня еще этот как он морозилка забита до отказа так что купила то какие-то развлекухи скажем так кошки уже ищут чем можно поживиться 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 здесь нечем вот так и кошкин домик растет но пока еще не дорос ты что малыш что малыш не нашел для себя ничего теперь у нас уже добрый вечер ну что сегодня понедельник никто в домино не режется эти остались только следы пребывания доминошников и даже диван унесли но ничего себе цене себе диван на выходные приносят наверняка и на пляже никого сейчас практически кстати да я отработала день отшагала до примерно 14 километров а теперь иду гулять вот так вот раньше понимают пока не начала работать официанткой не могла себе такое представить смотрите-ка оказывается кто-то есть мне кажется там даже тот же самый тент натянут а это вот другой пляж который типа более благоустроенный в Лас-Гаетос да вот вот за теми строениями как раз пляж вчерашний здесь есть даже туалеты но тем не менее он мне все равно кажется не ухоженным даже мне написали про вчерашние даже какие-то что кажется не ухоженным мне большинство пляжей кажется не ухоженным какое-то заседание совета вечернего я просто иду по побережью гуляю и последние новости расскажу которых особо нет а как так но Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Сейчас прям хорошо, так прохладненько А когда Куда-нибудь заходишь в тень И ветер дунет Так даже и Хочется что-нибудь накинуть Рыбки тут сходят с ума Может быть здесь кто-то кормил Очень боюсь туда упасть Никого заграждения нет Ушли? Нет, возвращаются В общем такой какой-то косяк разрозненный И там какие-то малыши полосатые Представляете? В общем здесь чего только нет Бывают даже синенькие такие рыбки Я тоже как-то снимала Ой, там еще ракушек всяких Валяется В общем такой приятный вечер Очень-очень приятный Чем отработала Да, я уже два дня в утром И теперь завтра мне предстоит Работать с начальницей Я уже как-то внутренне сжалась Это полная глупость, конечно И что бы там ни было И на каком бы счету я ни была Вообще плевать Меня много где возьмут Даже если бы уволили Но увольнять меня не будут Вот А то что там начальница Самодур Это ее проблема Вот Ну и опять же для меня Это повод отработать Какие-то там свои Страхи И Детские травмы Так что надо Пользоваться случаем И Использовать этот опыт Во благо Да Тут не тот случай Когда С человеком Лучше для своего собственного здоровья Порвать связи Тут еще можно поработать Русский мужчина попугая выгуливает У нас тут терраса панорамика Пойдем посмотрим Это этот Панорамный терраса С панорамным видом Да я уже была там конечно Как-то фотки свитера сделала Для подруги Мною вязаного Люблю вот этот барчик еще Просто у него шикарная атмосфера Красивые виды КОНЕЦ Никто нельзя КОНЕЦ Един Смотрите, какой вид на вечерний вулкан. Я окончательно пришла к выводу, что больше всего я наслаждаюсь, когда гуляю одна. Иногда мне не хватает общества, и потом одной прогулки мне хватает надолго, прогулки с кем-то. Видите, как замечательно. Вот так, да? Нет, слишком много фонаря. Ну, в общем, что я хотела рассказать? Особо как бы нечего, да? У кошки закончился гон. Так что надо теперь записаться, как-то умудриться на день, на стерилизацию, на ровно за день до моих выходных. Да, в общем, так подловить, чтобы утром перед выходными ее отвезти. Например, я бы отвезла, если бы я была в вечер, потом муж бы вечером ее забрал. А в выходной, в первой, говорят, что уже как бы на следующий день, там, еще один день, да, и все заживает, да, как на собаке. И, в общем, я бы с ней побыла бы, как раз в выходной. И на этом все. Потому что не хотелось бы оставлять кошек одних, когда одна в таком состоянии, в одиночестве, да, лучше за ними приглядывать. Так что буду искать, ловить момент. Потом, что еще? Муравьев мы изгнали. Каким-то удивительным образом все говорили, что с муравьями очень сложно бороться. Но как-то я поставила одну ловушку. Мы разворошили этот растущий муравейник за дверью, за входной дверью в этот самый, как его называют, портал. Порталь, он называется порталь. Только сейчас поняла, что это как портал, портал в другой мир, да. А это просто подъезд. И все, а муравьев нет. Больше никто не тырит кошачью еду. Еще надо бы вам про еще одну новость на смене локации рассказать. Как же это романтично. Все-таки вот в самолете ты на закате. Что тут делает Рэпсоль? Ничего себе! Это такая заправка яхт. Прям как это. Как будто обычная для машин, да. Интересненько. Никогда не обращала внимания. Гуляют лошадки. Вот, 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 где. Вон там гуляют эти лошадки, которых я вчера снимала. Видимо, это их время. Здесь, видимо, где-то рядом конный клуб. И обучают этой верховой езде. Наверное, в это время гуляют. Наверное, потому что все-таки не такая жара уже. И для всех благоприятнее. Для бедных животных тоже. А еще хотела сказать, что у нас соседи наркоманы. Которые вот... Не те, которые купили квартиру. Ну, те я не знаю. Я с ними близко и не знакома. А те, которые въехали. То есть, видимо, хозяева сдали квартиру вот этим товарищам, которые курят марихуану. В первые дни они курили там что-то раза два в день. А сейчас они по 4-5 курят. Причем, кто вот меня смотрит, знают, да, что... Что тем... Наша внутренняя апатиа, оно также... Туда выходят окна... Окна... Окна соседей, да, сверху. И вот эти соседи курящие, они не закрывают свои окна. И весь вот этот вот марихуанный шмон идет в нашу квартиру. Дор-дом. Да, напоминаю, что если вообще ничего не поменялось, то по испанскому законодательству вы имеете право выращивать выращивать лично для своего использования дома у себя два куста марихуаны, да, нарыла. И, соответственно, не знаю, как насчет переноски ее, да, то есть если вы собираете... Иметь ее при себе вне дома, да. Вот насчет этого не знаю, насколько это разрешено. А дома вы, пожалуйста, можете курить. И я не знаю таких законов, которые бы вам запретили это делать, даже если это воняет и неприятно соседям. Поэтому с вот этими вот наркоманами нам придется бороться как-то незаконными методами. Сначала попробуем поговорить с хозяином, да. У меня муж еще председатель, скажем так, как это, президенте де ла коммунида. Это как это, президент сообщества нашего, нашего дома. И, то есть он типа это... управляющее лицо. Конечно, ему это никаких прав не дает. Но все равно приятно. И все равно какой-то, ну не знаю, мы надеемся, что это хоть какой-то вес. Поэтому сначала попробуем поговорить с хозяином квартиры. По-хорошему, да, пусть закрывают хотя бы окна в патию, курят, а потом проветривают, прежде чем снова открывать. Но чувствую, что там такие люди, которые, ну, соответствующего, да, класса. Зачем им только сдали квартиру? Вот же как хорошо было, когда мы были одни. Почему чувствуется, что это соответствующего класса? Помимо курения, ой, из-за угла выхожу, а там сразу, сразу дует, сразу вам будет не слышно. Будем мужчину снимать, который рыбачит. Причем, по-моему, он какой-нибудь русский. То есть у меня муж, ну, он, конечно, сам нарывается, он сам такая какая-то личность скандальная, да, во многом как-то не заботится о мнении окружающих, вот, а потом удивляется последствиям. И он, короче, в семь утра, пол восьмого утра включил музыку громко, и на него начали играть соседи сверху, вот эти вот самые, чтобы он заткнулся. Вот. Так что чувствуется, что там такие люди наглые, непримиримые, в общем, и там, причем самыми нарушающие, да, всякие, всяческие границы других людей. Поэтому посмотрим, как нам будет с ними житься в дальнейшем. Рыба! 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 диванчик что, присядем? о, нормально ладно, дам еще кружочек и пойду домой слушайте, неожиданно увидела в меню этого бара хорошо, у них вот так вот распечатано с картинками а то бы не заметила даже у них тут всякое пиво есть, конечно, выбор небольшой но есть кое-что интересное смотрите, вот как оно? вишневое пиво с этими красными ягодами что еще? ну, в общем, есть тут кое-что можно прийти все, я уже снова вернулась в нашу деревню и думаю, что я успею еще в магазин посмотреть, что там за пиво есть не, это, конечно, с одной стороны так вкусно бывает ну, блин, каждый день или прям так вот даже на регулярной основе что-то, наверное, не стоит как всегда это все закончится тем, что я пухну потолсте еще больше но хочется как-то узнать что у нас здесь вообще в магазинах есть за выбор да? ну, просто так для общеобразования хотя, конечно, вот этой вот андалусийского этого гранатского пива вряд ли там будет вряд ли оно там будет да ну, я вообще не знаю, успею я или нет к закрытию до закрытия вот, ну и у меня, как всегда прямой репортаж из трущоб я все, ребят, кого смотрю где-то там за границей, да кто переехал, как правило там какие-нибудь ну, благополучные районы вот и так же и гуляют они где-то там ездят в какой-то благополучный а я все по каким-то трущобам не знаю, никого еще наверняка есть люди, конечно же вот кто живут кто живет и шарится все время живет, работает где-то в неблагополучных районах и снимает про это вот ну вот мой канал канал да, по-испански это канал мой канал такой ладно идем дальше ладно буду заканчивать свой сегодняшний бессодержательный влог очередной на вот таком мерцающем доме я надеюсь, вы видите глазом я это вижу гораздо более активно когда движусь, конечно, он мерцает больше здесь таких много, кстати я все хочу это уже немножко их позаписывала разные, да скомпоновать в один шотиках как-то любят они вот такие вот, да обсыпку эту крошку какую-то фасадную что она в этом солнечном свете и в лунном мерцает да пол одиннадцатого ночи вечером не знаю я жарю печень про которую я вспомнила что она у меня разморозилась потому что вряд ли она выдержит завтрашний день да еда в общем я дошла домой что еще муж, кстати, со мной не пошел на прогулку потому что к нему пришел доставщик пиццы и не принес ему пиццу а пришел ремонтировать компьютер так как муж у меня еще занимается ремонтом компьютеров а доставщика пиццы нашего, да который, если мы заказываем пиццу то, как правило, он нам ее привозит нужно иметь довольным то муж ему помогал с ремонтом компьютера поэтому он со мной не пошел а еще у меня сегодня была очень замечательная возможность стерилизовать кошку бесплатно и практически не выходя из дома, скажем так не выезжая из нашей улицы соседка напротив вот я вернулась с работы да, она кричала у нее рассказываю бессвязно она кричала на своих собак и кошку кто запрыгнет на кровать кастрирую к чертовой мать ну вот, думаю, свою надо забросить к ней вот, и денег сэкономить ладно, вот такие вот сегодня события незначительные все, ребята, я пошла монтировать влог сегодняшний, пока у меня дожаривается печень и пока у меня вообще не закрылись глаза мне уже практически это надо спички вставлять ладно, встретимся завтра пока-пока